Культура ростовского рынка стартапов, а что из лица могут здесь вкладывать средства. У кого-то из банков есть специальные программы по стартапу? Я не могу сказать, что в фигни поселения стартапов, потому что в инстинкционном взрыве не знаю, но я думаю, что да. Да, в инстинкционном взрыве довольно много, и централизм, то есть у кого-то, что у нас нет, то есть это два банка, то у нас почти не с ним заработать. А вот сейчас в инстинкционном взрыве сейчас учтут, но в инстинкционном взрыве частные деньги, которые могут попричать людей, с которых, допустим, есть 100 тысяч рублей, и вот они, где-то как-то интересный стартап тут местные, они готовы уже... Просто только не знаю, у нас в структуре группы есть рынок IPO, вернее, IPO-борг-площадка такая, да? Я как раз сегодня с директом, с компанией разговаривал, там и сто тысяч рублей, и 700 тысяч, они на начальных трапах привлекают через меня. Вот, то есть, вот если наберите IPO-борг, IPO-борг, да, то есть можете посмотреть, там есть ферзлица, как бизнес-англ, это просто ферзлица, есть, как скажем, специализированные фонды, которые на стартапах целенаправленные, да, то есть специализируются, и они инвестируют, они отбирают проекты, потом там в механизме есть, задаются условия, сколько, допустим, компании надо, ее профиль, и противоположную заявку инвесторов выставляют. Если они соединяются в программе, да, то происходит встреча, их там сводят, и... А, теография вот там... Там есть все, вот из Росковской области у нас две компании, насколько я помню, подавали заявки, ну, не знаю, просто как бы за этим надо идти, наследить и наследить. Ну, в целом, это может быть Россия или... Это только, то есть, компании российские, а инвесторы, ну, там будут любые. Ну, я думаю.